Субтитры создавал DimaTorzok Я счастливая мать, жена во всех проявлениях Вот моя семья здесь, двух внуков не хватает, которые проштрафились в Америке, их не выпустили оттуда Потому что один экзамен он не сдал, другой тоже что-то в этом роде Вот поэтому их здесь нет Остальные четыре внука мои здесь, мои дочери, мои детья Я очень счастлива, я счастливая женщина Эта книга, ну как минимум в полтора, может быть и в два раза толще той, которая Ну, наверное, в доме почти каждого из нас Это за счет иллюстраций или, может быть, появились какие-то новые главы, связанные уже с вашим пребыванием здесь, в России? Нет, там больших дополнений нет Несколько каких-то эпизодов есть Но это за счет фото новой, которые не были опубликованы раньше То мы сделали целую часть этого прибавленного Много Там есть статья Бориса Покровского обо мне Расскажет, с кем они имеют дело, когда они читают эту книжку Потому что я думаю, что никто как он, никто другой В общем, понял, что я такое Что я собой представляю И мой характер, и мои данные актерские, певческие Он абсолютно точно знал Он написал вот мой портрет, я поместил его в книжку И вот второй маленький такой вопрос Который, может быть, займет чуть больше времени в вашем ответе Все-таки каждому человеку Вот там вот сверху посылаются Несколько таких точек в жизни Которые являются определяющими Определяющими в судьбе Может быть, вы назовете две-три такие точки Определяющими? Ну, естественно, встреча с Ростроповичем С моим будущим мужем Был 55-й год И другое Это вообще не только встреча, но и дружба с Дмитриевичем Шостаковичем Ведь вот, пожалуй, эти две встречи в моей жизни Определили все Во всех отношениях Книга была переработана несколько Вот как вы только что нам рассказали Скажите, пожалуйста, а вы хотели бы, чтобы в жизни тоже какие-то моменты Можно было переработать, переиграть Чтобы что-то по-другому сложилось? Нет, не хотела бы в жизни ничего переигрывать Во-первых, не люблю этого «если бы и что бы» Этого нет Вот случилось так, как есть Если бы надо было повторить, я бы ее повторила сначала Галин Павловна, скажите, пожалуйста Вот стало сейчас легче или раньше Талантливым людям пробиться, чтобы их заметили, признали? И что нужно для того, чтобы талант Вот так мог долго сверкать, как ваш? Надо работать, добиваться самого высокого качества во всем, что ты делаешь Галин Павловна, я хотела бы добавить к этому вопросу Как вы содействуете молодым талантам? Вот для этого существует моя школа Где мы учим выходить на сцену После консерватории, как правило, за редким исключением Студенты выходят абсолютно ничего не умеющими делать на сцене Ничего, шагу шагнуть не могут Вот в моей практике, то, что я В общем, между прочим, между нами говоря Я уже 67 лет в этом деле борюсь С 44-го года мне было 17 лет Когда я поступила в театр опереты И вот с тех пор, 67 лет, я в искусстве Поэтому я знаю очень много Могу многому научить, что я делаю Для того, чтобы на Западе получить роль, ведущую в театре Ты должен иметь имя А чтобы иметь имя, ты должен быть на сцене Вот получается замкнутый круг Вот я создала эту студию Наблюдаю вот то, что я вам сейчас рассказала Чтобы было место молодого артиста Имеющего голос, уже музыкальную подготовку Водить за руку я никого не вожу Никого не проталкиваю, никому не протежирую Нет, я учу их петь и работать У нас идут какие оперы Царская невеста Потом сначала была Руслана Людмила Царская невеста, Евгений Онегин Иоланта, Кармен, Ригалетто, Борис Годунов Вот последняя наша постановка Даже до такого мы дошли уровня Ребята получают огромную практику Работают они хорошо И начинают в конце концов понимать Что если ты не будешь работать Никто не попадешь За границей никто там с раскрытыми объятиями нас не ждет Надо туда приезжать и предъявлять себя Мне было бы почему просто Я появилась из Большого театра В 60-м году Метрополтон опера Мне не надо было бегать на аудишины Просить прослушать меня, пожалуйста Неизвестно, кто он такой Вообще ничего там может не понимает Пения, я должна у него прослушиваться Сегодня это так, к сожалению Поэтому здесь надо учить язык Учить репертуар В провинцию поехать Набивать себе опыт И потом уже с готовым багажом творческим Пробоваться идти на запад Иначе другого пути нет 28 октября открывается После реставрации Основная сцена Большого театра Ваша жизнь во многом связана с этим театром Гори и радости и счастья у вас было достаточно много Как вы думаете, какие шансы возродиться Вот теперь снова большому И стать действительно большим Как вы это оцениваете? Спасибо Мои дочери были несколько недель тому назад Видели там уже реставрированные помещения Зал Были потрясены совершенно Что это невероятная красота Как может быть иначе? Театр Не знаю Я думаю, что Может быть, самый лучший в мире Для меня во всяком случае Во всем великолепии Он сейчас восстановлен Но о чем он наполнится Мы будем видеть Галина Павловна Книга интереснейшая Одна из пронзительных сцен Это сцена прощания с Большим театром Когда вы буквально легли на пол Этой сцены Это невозможно без слез читать Вы писали, что вам недостаточно было публики Часто там были просто командировочные люди Или вы пели для друзей соперников Как вы относитесь к контингенту Который наполняет вас К сегодняшнему зрителю А второй вопрос у меня такой лирический Вы очень любили всегда красивые наряды Из атласа и бархата И недаром говорили, что Вишневская – это нокаут в глаза и уши А какое у вас будет завтра платье? Какого цвета? Понимаете? Первый ваш вопрос О публике В Большом театре Да, разная публика В Большом театре бывала Очень разная Но что касается меня То я никогда не выходила Петь для публики Я пела для Бога И поэтому легла на пол Когда прощалась С сядом Да А что касается Что у меня? Наряды? А, завтра не скажу А если бы вы были президентом России Что бы вы сегодня бы изменили Чтобы жизнь российских людей была лучше? Пенсии, конечно По-моему, каждый скажет Пенсии – это то, что у нас обездолены Наши старики Беспомощные совершенно Больно смотреть Вообще передачи по телевидению Как они Толкаются Как слепые котята Из двери в дверь И где им Ничего не могут Непоразумительно объяснить Тем более Что-нибудь дать Вот это надо Срочно делать В первую очередь В своей книге Вы писали, что в молодости Вы думали о карьере Концертной исполнительницы Потому что Эта карьера В отличие от работы в труппе Дает артисту больше свободы Но потом Вы попали в Большой театр И скажите, пожалуйста Трудно ли вам было Уживаться в Большом театральном коллективе? Вы знаете У меня карьера была в театре Как ни у кого Это я могу точно сказать Самая счастливая карьера Какая только может быть Я не могу назвать Ни одного момента Что я бы чего-то добивалась И мне чего-то не давали Какую-то роль Мне хочется Это спектакль Это опера И ну Все было для меня сделано Но это Это было совсем непросто Ведь я пришла Почему ко мне было Такое отношение? Потому что я пришла в театр Абсолютно подготовленной актрисой До Большого театра Я уже 8 лет выступала Сначала в опереднице Потом на эстраде Я была раскрепощенная И на сцене Я могла бегать Взлетать на лестницу На 9 этаж И потом так же Слетать стремительно вниз И тут же петь И ансамбли И сольные парты И куски И все что угодно Поэтому меня любили Режиссеры и дирижеры И все для меня было предоставлено Никогда ни у кого Ничего не просила Ни у кого и ничего Ни в театре И в жизни тоже У меня нет образования бесплатного У меня образование 7 классов Я кончила 7 классов Когда началась война Потом блокада Ленинграда Вот мои университеты Потом я поступила в 17 лет Сразу на сцену И в 52-м году Я пришла в большой театр Без всякого музыкального образования И квартиры у меня тоже бесплатной Не было никогда Я жила в коммуналках В большом театре Три или четыре года работала Все в коммуналке жила В пенале такого У меня было Три метра сюда И шесть метров вот так На лестничной клетке Коммунатушка Так что я никому Ничем не обязана Ни государству Ни отдельным Каким-то Высокопоставленным лицам Я обязана моим учителям Моей учительнице Веры Николаевны Гарри Которая Научила меня петь Вот у меня был От природы поставленный голос Тем не менее Мне его подпортили как следует Во время работы На эстраде И в оперете Она мне вернула мой голос Это Борис Александрович Покровский режиссер Мой любимый учитель И Александр Шамильевич Мелик-Пашаев Конечно это Ростропович С которым 52 года Мы были вместе И он мне аккомпанировал Все мои концерты И в России И за границей Я после него вообще петь Ни с кем больше не могла Вот так ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА Продолжение следует...